МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Сегодня в нашей программе. Сенсация подводной археологии. Найден затонувший корабль из Атлантиды. Этот груз оказался намного, намного дороже любого золота. Шокирующие кадры. Гигантский монстр купается рядом с суровыми челябинскими туристами. Некое крупное существо, которое иногда появляется на поверхности этого озера. Тайны Уральских озер. Как затонула цивилизация Аркаима. Находится под илом абсолютно правильной геометрической формы пирамида. И аномальная зона на Дальнем Востоке. Кто живет под водой? Отмечались там какие-то небывалые яркие свечения, летающие какие-то объекты. Эти странные кадры на днях показали все мировые выпуски новостей. В Аргентине обнаружен необычный водоем идеально круглой формы. Более того, внутри расположен такой же геометрически правильный остров. Но самое невероятное, что этот остров плавучий. Он постоянно движется по озеру против часовой стрелки. Никто не знает, что это такое. У ученых нет ни одного разумного объяснения этому чуду природы. Однако эксперты уже заявили, тут не обошлось без разумного вмешательства. Возможно, этот остров не что иное, как крышка подводной базы НЛО. И вероятно, что подобная структура не единственная. На спутниковых снимках энтузиастам недавно удалось разглядеть неизвестные геометрические сооружения в Калифорнийском заливе. И вот еще находка. Близ острова Сайпан в Тихом океане. Это стены города или базы, которые простираются на 50 миль в ширину и 250 в длину. Это явно не дело рук человеческих. Уж слишком они огромны. Но что тогда? Атлантида? Подводные базы пришельцев? Эксперты выступают с шокирующей гипотезой. Разгадку тайн иных цивилизаций нужно искать именно под водой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из самых сенсационных открытий подводной археологии было сделано недавно у берегов Сицилии. Во время погружения и в районе пляжа Булала под Желой, всего в 300 метрах от берега, аквалангист-любитель случайно обнаружил обломки старинного корабля и непонятные слитки желтого металла, разбросанные на дне. Все говорило в пользу того, что это древний корабль с большим грузом золота. Дайвер связался с известным итальянским археологом профессором Себастьяно Тузом. Тот сразу понял, что сделана исключительно важная находка. О том, что же было найдено на самом деле, профессор рассказал нам в эксклюзивном интервью. Этот груз оказался намного, намного дороже любого золота. Это были слитки нерегулярной продолговатой формы, причем в большом количестве. Только в одном месте за утро мы собрали 30 штук, а всего их было обнаружено 39. Это были слитки желтого блестящего металла, и у нас не было сомнений, что это золото. Неизвестный затонувший корабль с золотом – мечта каждого археолога. Ученые-дайверы погрузились в указанную точку и собрали все, что могли с затонувшего корабля. Артефакты были отправлены на экспертизу. Но анализ в лаборатории показал, что желтые слитки имеют совсем другую ценность. Используя анализ РФА бесконтактной техники проверки состава металла, мы выяснили, что это сплав медиа и цинка. Но этот груз оказался намного, намного дороже любого золота. Это был металл, который называли «Арихалк». Секрет его изготовления был создан в той самой легендарной Атлантиде. Но неужели итальянцы нашли корабль с грузом погибшей цивилизации? Самые главные тайны в погибших кораблях – это как он погиб и что он вез. Это две основные тайны. Если вы находите какой-то корабль, то есть первый вопрос, который, в общем-то, интересует, значит, что у него, какой был груз, и кому он принадлежал, кому он принадлежал, то есть его миссия, какой у него груз, и при каких обстоятельствах он погиб. Сегодня сплав медиа и цинка называется латунью. Если такой металл хорошо отполировать, он блестит лучше золота. Латунь была известна в Римской империи, где ее и называли «Арихалк». «Арихалк» использовали для изготовления украшений и декоративных предметов. А позже, во времена Августа, римляне начали делать из него монеты, «Систерция» и «Дупондия». Но что самое интересное, сами римляне производить этот сплав не умели. Они его брали из неких ограниченных запасов. Поэтому все известные сегодня латунные предметы переплавлены сто раз. Как только мы говорим слово «Арихалк», перед нами сразу встает образ затерянной Атлантиды. Платон в своем диалоге Критий говорит об «Арихалке» в Атлантиде, а именно, что главные здания Атлантиды были построены с применением этого металла. Отдельно он упоминает храм Посейдона, огромный храм в центре Атлантиды, который был окружен стеной, облицованный «Арихалком». Это было что-то вроде «Чудо света», храм, который отражал лучи солнца и сам сиял золотым светом. Технология производства «Арихалка» легированного металла весьма сложна. Химический анализ найденных под водой слитков показал наличие меди, цинка, небольшого количества свинца, железа и никеля. Чтобы создать такой тонкий металлический коктейль, нужно обладать высочайшей квалификацией. Почему это всё важно знать? Через металлографический анализ мы выяснили, что производство «Арихалка» совсем непростое. Цинк плавится при низкой температуре, а меди нужно гораздо больше градусов. Если этот сплав будет делать непрофессионал, то в момент, когда медь станет жидкой, цинк уже испарится. Этот сложный момент можно было обойти при помощи разных техник. Сегодня на индустриальном уровне это делается очень просто, но в те времена нужен был опыт, знания и профессионализм. Найденная на затонувшем корабле керамика очень точно позволяет датировать время гибели таинственного судна. Это конец 7-го, начало 6-го века до нашей эры. То есть груз корабля провёл на дне 2600 лет. Соответственные слитки относятся к периоду, когда Римской империи ещё не было и в помине. А вот Орехалк уже был. По всем признакам получается, что это явно более древняя, доримская технология. В форме слитков его не находили ни разу. Были найдены некоторые предметы из Орехалка, но их можно по пальцам пересчитать. Элементы доспехов эпохи эллинизма, пряжки доисторического периода культуры Вилануова и некоторые монеты августовской эпохи. Но это уже первый век нашей эры. О Орехалке писали многие греческие авторы. Гомер сравнивал с ним локоны Афродиты. Гесиот утверждал, что из этого ценного металла был сделан щит самого Геракла. Но наиболее подробно, конечно, он фигурирует у Платона. В его описании – Атлантиды. Большую часть потребного для жизни давал сам остров. Прежде всего, любые виды ископаемых твёрдых и плавких металлов. И в их числе то, что ныне известно лишь по названию, а тогда существовало на деле – самородный орехалк, извлекавшийся из недр земли в различных местах острова и по ценности своей уступавший тогда только золоту. Для археологии это очень важная находка. До этого мы знали, что такой металл существует, но у нас были лишь несколько предметов, сделанных из него. Сегодня мы можем утверждать, что существовала торговля орехалком. С этим металлом работали, его обрабатывали, им торговали. Из него делали разные предметы и в больших количествах. 39 слитков – это правда много. И наверняка мы найдём их ещё больше. То есть вокруг этого металла существовала целая индустрия. Но самое главное в этом подводном сокровище – это первое неоспоримое вещественное доказательство в пользу существования Атлантиды. И найденные слитки приближают нас к разгадке этого легендарного континента, жители которого следовали божественным законам, записанным их первыми царями на орехалковой стеле внутри храма Посейдона. Этим же металлом была отделана и стена Акрополя, который в лучах яркого солнца испускал огненный блеск. Я уверен, что за каждым мифом стоит какая-то реальность. Кто знает, быть может, Платон, когда писал свой диалог с Критием, вдохновился каким-то реально существующим местом. Но каким? Кто-то говорит, что оно было на Сардинии. Другие утверждают, что на Санторине, в районе Старофиры. Кто-то уверен, что она находилась в южной части Азорских островов. Мне немного, исследования продолжаются, и мы надеемся, что они будут приносить результаты. После нашей находки, я слышал, во многих местах стали готовиться к экспедициям на поиски Атлантиды. Откуда шел корабль с грузом орехалка, и почему он затонул? Следовал ли он в Атлантиду? И значит ли это, что ее следует искать все-таки в Средиземном море? Может быть. Но самое важное, что древний корабль, найденный буквально на Сицилийском пляже, косвенно доказывает, что Атлантида или ее колония может быть где-то рядом? Если написанное Платоном в отношении орехалка оказалось правдой, то почему все остальное не может быть действительностью? Поиски подводные из затонувших кораблей не ограничатся только поиском сокровищ. Потому что на древних кораблях можно найти такие артефакты, которым нету даже никакого объяснения. Например, где-то еще лет 20 назад проходила такая информация, что, например, там было найдено некое орудие, которое не могли понять, к чему оно вообще могло приспособиться. И сам металл этого орудия был сделан настолько прочным, что современные технологии не смогут его сделать. Это орудие вывозилось тоже с Атынков, с Латинской Америки. Потом, будучи затопленным, было найдено. Но территория России хранит не меньше тайн древних цивилизаций. Самые шокирующие гипотезы. Теперь это не только документальный цикл, который выходит в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18.00, но и беспрецедентный книжный проект, в котором мы аккуратненько собираем все самые невероятные гипотезы, захватывающие версии и умопомрачительные расследования. Итак, книга первая. Самые шокирующие гипотезы тайны человека. Эта книга для тех, кто хочет знать о себе, о своем теле и о своей душе больше, чем об этом написано в наших учебниках. Первые экземпляры уже доступны. Ищите книгу в бумажном варианте или скачивайте на сайте litress.ru. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Что за монстр завелся в Уральском озере? То, что вынырнуло, было похоже на змею, по их описанию. Кто жил в городе, затопленном тысячи лет назад? На некоторых этих блоках видны некие надписи, возможно, это румнические надписи. Посмотрите на эти уникальные кадры. Они сняты случайным свидетелем на одном из красивейших российских озер Тургаяк на Южном Урале. На противоположном берегу загорают и купаются отдыхающие. А здесь очевидец смог зафиксировать на камеру мобильного телефона то, о чем давно ходили легенды. Местное чудовище Тургаякского змея. Он плещется всего в нескольких метрах от лодки. Это первое видеодоказательство его существования. Некоторые местные жители замечают некое крупное существо, которое иногда появляется на поверхности этого озера. С чем это связано? Связано прежде всего с тем, что место, конечно, оно очень неоднозначное. Само озеро находится также над разломом, как, впрочем, и весь Уральский хребет. Это, в общем-то, процесс, продукт, вернее, столкновения азиатско-европейских плит. То есть под Уральским хребтом находится огромный разлом, а также большие полости внутри земной коры. И, возможно, на территории этого озера открывается некий пространственно-временной портал. То есть некое иное измерение, через которое к нам могут попадать некие сущности, которые существуют именно в этом измерении. Доисторическое ли это животное, чудом сохранившееся до наших дней, или оно вышло из другого измерения, но на этих кадрах оно выглядит вполне материально и убедительно. Длина несколько метров, черный цвет и похожая на змеиную большая голова. Продолжительность записи несколько минут. Поплавав немного на поверхности, Тургаякский змей скрылся под водой так же внезапно, как и появился. Возможно, для его обитания достаточно рыбы в озере, достаточно, так сказать, удобная среда, температура воды. Или этот змей знает проходы именно из одного, так сказать, пространства в другое. Может быть, какие-то подводные там находятся тоже, вернее, подземные, водяные какие-то объекты, в которых и обитает сам этот змей. Но как чудовище оказалось в этом озере? Раньше считалось, что Тургаяк – это огромная котловина в монолитном гранитном основании с родниковой водой. Но изыскания экспертов Клуба подводных исследований «Аргонавт» доказывают, что озеро – вулканического происхождения. Между островом Веры и береговой линией, на дне под слоем ила, был обнаружен выход застывшей магмой. А это в корне меняет ситуацию, превращая множественные одинокие озера вокруг Чебаркуля в запутанную систему водоемов с возможными подводными каналами и пещерами, в которых могут обитать и доисторические животные. Еще одна встреча со змеем произошла в районе базы «Красный камень». Значит, в 2005 или 2006 году люди были на понтоне в вечернее время, и кто-то вынурнул из воды, и то, что вынурнуло, было похоже на змею, по их описанию. Вот это что-то, когда вынурнуло, обрызгало, обдала их брызгами, потом нырнуло, и в этот момент ударилось боком непосредственно о понтон. И люди, которые находились на понтоне от удара с этим объектом, некоторые попадали, некоторые просто схватились руками за поручни, которые находились рядом. То есть уровень, масса была примерно как катер. Знаете, когда катер причаливает к понтону, понтон качается, да? Ну, какая масса у катера? Ну, тонна. Тургаякский змей-тяжеловес – не единственный феномен, который привлекает повышенное внимание самых разных ученых к озерам Южного Урала. Недавно Тургаяк и остров Веры стали настоящей археологической сенсацией 21 века. Обнаруженные находки позволяют теперь некоторым исследователям уверенно говорить, что Урал – это именно то место, откуда пошла земля русская. Среди этого озера находится остров Веры, то есть всем известное место, на котором сохранились мегалитические памятники древней культуры, такие, как уральские дольмены. Также там найдены были следы металлического производства, то есть в древности уже знали, как выплавлять железо, медь с помощью таких, как бы, небольших печей, которые складывались из камней, и с помощью шихты руда переплавлялась в металл. Примерное время сооружения этого гигантского мегалитического комплекса на острове Вера, признаваемое всеми археологами с 4 по 2 тысячелетия до нашей эры. Это то время, когда на территории Европы только-только сошел ледник, а здесь уже плавили металл и обрабатывали камни, вес которых доходит до 16 тонн. Качество постройки и количество мегалитов говорит о том, что в те времена это явно был крупнейший религиозный центр, возведенный развитой цивилизацией. Но кто были эти люди? И что это было за общество, которое могло позволить себе ворочить такие камни? Понятно, что жителям одной или даже нескольких деревень простых рыбаков это было не под силу. Я вам скажу, что если мы берем во внимание временные рамки, и если мы берем понимание и взгляд, кто мог жить на этих больших озерах Урала, то в большой степени вероятности мы можем сказать, что это славяне, это древние славяне, это славянские племена, однозначно. Хочу вам сказать, что вот Зюраткуль, Увильды, озеро Тургаяк и Аркаим – это звенья одной цепи. Я также могу предположить, что такие же поселения могли быть на озере Кисигач, большой Кисигач. Это тоже очень красивое, большое, чистейшее озеро. Аркаим не мог быть единственным поселением посреди голой степи. Об этом ученые говорили давно. И вот теперь, по мнению исследователей, этому найдено подтверждение. Расстояние до него от Тургаяка не превышает 70 километров. Аркаим был одним из многих городов великой страны. Это открытие мирового масштаба говорит о многом, а точнее о масштабе и древности неизвестной уральской цивилизации. Это же не единственный город в Южном Урале, а целая сеть городов, которые металлургическое производство поддерживали. Аркаим известен сейчас всем. Это высокотехнологическая цивилизация, технологическая цивилизация, мартоновские печи, грубо говоря. У нас металл плавить в цивилизованной Европе начали, ну, даже смешно говорить, когда у нас-то римская пехота этими, какими-то там, которая об колено гнется, мечами воевала. То есть она металл плавить не могла, железо плавить не могла. Какие-то там латунные мечи, смешно. Великой греческой цивилизации там. И так далее, и так далее. А здесь железорудное производство. ...цивилизация, которая оказала сильнейшее влияние на весь евроазиатский регион. Но где искать подтверждение этих теорий? Естественно, под водой. Остров Веры является древним центром мегалитической культуры. И вот аквалангисты, которые там любят нырять, дайверы, обнаружили целые структуры подводные, где находятся блоки, обработанные блоки. Они там создают целые улицы, целые стены под водой. И на некоторых этих блоках видны некие надписи. Возможно, это рунические надписи, которые изображают некие знаки, которые использовала предыдущая наша цивилизация, используя вот эти блоки и строения на территории этого озера. Максимальная глубина озера Тургаяк доходит до 32 метров. Современное оборудование позволяет проводить такие исследования, о которых еще полвека назад нельзя было даже и мечтать. Вооруженные такой техникой, исследователи устремились под воду. Игорь Фомин провел в этих местах две серьезные подводные экспедиции. И результаты феноменальны. Мы в большой степени вероятности можем говорить, что озеро Тургаяк меняло свои границы и уровень. Потому что под водой есть места, которые очень похожи, в большой степени вероятности, что они более похожи на какие-то причальные стенки, какие-то дамбы. Но они сейчас находятся под водой. И вот чтобы с высокой степенью вероятности ответить на этот вопрос, нужны комплексные исследования гидроэфическим оборудованием озера Тургаяк. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Почему затонули города-ровесники Аркаима? Находится под илом абсолютно правильной геометрической формы пирамиды. Что прячется на дне подводной аномальной зоны. Были обнаружены геометрически правильные рисунки, то есть полукруглой формы. При помощи специального прибора, профилографа, позволяющего отсканировать слоистую структуру дна, был обследован большой участок возле острова Веры. Полученные результаты позволяют однозначно говорить, что в древности уровень воды был ниже более чем на 5 метров. Поднявшаяся со временем вода скрыла от людских глаз с многими сооружениями, которые располагались на более ранней береговой линии. Прошли века, и одни оказались под слоем ила, но другие еще можно увидеть своими глазами. Например, между островом Веры и береговой линией находится под илом абсолютно правильной геометрической формы пирамида. Также я нашел Дальмен, мы его назвали, а в 2014 году, когда я присмотрелся, я, наверное, дал ему другую оценку и назвал его Маяк. Почему? Потому что вот эти вот ступеньки, которые мы нашли под водой, конечно, они могут быть и ступеньками к Дальмену, не вопрос. Но мне показалось, что вот этот вот камень в виде крыши, который мы нашли также под водой, скорее всего, он не являлся частью Далмена, а скорее всего, являлся частью Маяка. Потому что, когда вечером, во время дождя, моряки возвращались к острову, и они ставили, например, под эту крышу сигнал в виде огня, в виде огня, костра, факела, его было видно на расстоянии, на большом. Вокруг озера Тургаяк очень часто происходят странные вещи. Челябинские дайверы подняли со дна соседнего озера у Вильды древнюю амфору, возраст которой привел археологов в трепет. Больше трех тысяч лет, но возможно, что и в два раза больше. И это также подтверждает теорию о заселении этих мест в древности. А на этих кадрах в правой части экрана вы видите странную, словно облаченную в белый балахон фигуру, напоминающую призрак или привидение, которую засняли два туриста на мобильный телефон по дороге на рыбалку на берегу Тургаяка. По их словам, ничего подобного в реальности они не видели. Эксперты говорят, что причиной странных явлений может быть сильнейшая энергетика этого места. Очень мощно. Особенно вот в районе острова Веры. Эта энергетика очень сильная. Когда вы находитесь на острове Веры и проводите съемку фотокамерами в ночное время именно в непосредственной близости с древними артефактами, то очень часто появляются аномалии на фотографиях в виде свечений каких-то бликов дисков и так далее. Но эти аномалии однозначно есть и в большом количестве. Но что может быть источником этих многочисленных аномалий? Древние мегалиты или нечто скрывающееся под водой озера? Возможно и то, и другое и что-то еще. Ведь озеро еще достаточно плохо исследовано и может таить в себе массу других загадок. Кроме острова Веры по берегу если пройтись то есть можно найти интересные такие вещи. Никто не говорит, что допустим северо-западная часть озера состоит полностью из валуны, блоки какие-то, камни. То есть на несколько километров тянется в гору. вот и среди этих камней попадаются такие камешки которые видно, что обработаны механическим способом не просто там природные ну хотя там может какие-то эти специалисты будут спорить что это природное но сразу видно, что неприродное недавно в краеведческих архивах историки сделали сенсационное открытие. Оказалось, что иллюстрированный путеводитель по Уралу 1904 года упоминает эти загадочные камни нисколько не сомневаясь в их искусственном происхождении. Вот что там написано. К югу от Бобровой Курьи у западного берега расположен довольно большой остров Пенал. Он сложен из громадных гранитных плит, местами правильно налегающих друг на друга. Ну а местами особенно по берегам имеющих вид нагроможденных в беспорядке громадных валунов. Кто и зачем сложил эти плиты? Ясного ответа нет. Как непонятно и что за сооружение. Нашли дайверы на озере Тургаяк. Ездили с дочкой купаться, ныряли, занимались подводным плаванием. Ну и случайно обнаружили вот этот объект. Начало издалека видно дальность под водой метров двадцать, думал, что это кольца. Канализационные кольца закапывают поближе когда подплыли оказалось что рисунки какие-то рельефные. Алексей взял фотоаппарат и стал снимать свою находку. Он не понимает как такие вещи можно было не заметить. Или подобных аномалий на Тургаяке накопилось столько, что на них уже никто не обращает внимания. И если такое происходит в местах где полно людей, что же прячется там, где нет туристов. Сюда нельзя проехать на машине или на поезде. Здесь нет дорог и аэропортов. Это Медвежье озеро. Одно из самых загадочных мест Дальнего Востока. Оно находится в труднопроходимой местности в двухстах километрах от Комсомольска на Амуре и почти четырехстах от Хабаровска. В год здесь обычно бывает всего несколько десятков человек. Бахт Мавланов не просто один из них. Этим летом он сумел организовать уникальную экспедицию, целью которой было подводное исследование озера. Были сделаны шокирующие находки и открытия. Ребята отметили, что на глубине до 8-10 метров были обнаружены геометрически правильные рисунки, то есть полуокруглой формы. Вот это осталось полной загадкой. Мы, честно, до сих пор даже не знаем их природообразование. А рисунки были сделаны на иле, то есть и примерно все примерно одинаковые, то есть это полуокруглые линии и составляющие какую-то такую, то есть не знаю, какие-то такие замысловатые фигуры, они очень сильно значит отличались, то есть ну, да и вообще как бы ребята, дайверы, они не видели такого. Но что или кто мог оставить на дне пустынного озера подобные рисунки? Почти 10 месяцев в году оно сковано льдом и до сих пор считалось необитаемым. Температура воды в августе здесь не превышает нескольких градусов. Рыбы тут нет, а сама вода практически дистиллированная. Взятые пробы показали, что содержание солей и минералов в ней находится на минимально низком уровне. И тем не менее какая-то непонятная, едва осязаемая жизнь в озере присутствуют. Ныряльщики из группы Мавланова смогли в этом убедиться лично. Если проанализировать нахождение этих рисунков на дне озера, конечно же, глубина расположения это 8-10 метров на глубине озера. То есть это примерно половина глубины, то есть озера глубиной 21,3 метра. Рисунки обнаружены на глубине 10,8 метров. И их количество идет полностью по свалу, то есть на или обнаружено. Вот здесь вот тоже если проанализировать, возможно, что это какие-то жители, которые обладают каким-то таким достаточным интеллектом, которые могли сделать эти рисунки. Какая-то письменность, что-то кому-то друг друга, может быть, оставляли, они на или сделаны, видно, что они есть там. Исследователями были замечены и другие явления, которым пока нет логического объяснения, но которые уверенно позволяют говорить, что Медвежье озеро это еще одна загадочная, малоизученная аномальная зона России. Чтобы сделать это шокирующее открытие, группе исследователей пришлось серьезно потрудиться. Экспедиция готовилась больше года, но в последний момент все едва не сорвалось. Одно время даже казалось, что сама природа препятствует проникновению людей в этот потаенный район. Единственная возможность добраться до Медвежьего озера вертолет, но вопреки всем прогнозам погода неожиданно испортилась. Причем надолго. Участник экспедиции дайвер Евгений Пут рассказывает, что добраться до этого места уже стало для всей группы серьезным испытанием. Очень было тяжело, в первую очередь психологически. Мы добирались туда вертолетом, не пешком, то есть в принципе было просто. Но факт ожидания в количестве пяти суток мы ждали в Бариакане. Честно говоря, моральный дух начал падать, погода была не очень, мягко сказать, не очень хорошая и прогнозы тоже были неутешительные. И те тучи, тот туман, который был вокруг этого озера и держался на этих скалах, он нас туда не пускал пять суток. Далее появилось буквально небольшое окно и мы умудрились туда попасть и залететь вертолетом. И просто увидев это воочию, я честно даже не ожидал, что оно даже в натуре красивее, чем на фотографиях. просто вот шокировало данное место. Район Медвежьего озера вполне можно назвать затерянным миром. Он находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ученые считают, что это озеро образовалось около 10 тысяч лет назад в ходе движения огромного ледника по горному хребту Дус-Э-Олень на границе современного Бурьинского заповедника. После того, как ледник растаял, здесь образовалась живописное озеро. Но это в теории. Как было на самом деле, никто не знает. Первый момент вообще просто был в шоке от увиденного. В шоке в приятном смысле слова, потому что на картинках смотреть это одно, а когда ты стоишь перед тобой озеро и 400 метровые скалы окружают тебя, ну просто захватывает дух. Действительно очень красивейшее место, не зря озеро это само называется жемчужиной среди гор. Действительно оно как жемчужина в тарелке среди гор, в этом горном котле окружено такими колоссами, огромными скалами. Место просто обворожительное. С трех сторон озеро окружено огромными отвесными скалами, так называемыми жандармами, высотой от 300 до 500 метров. С одной стороны есть выход, через который вытекает небольшая одноименная речушка, медвежий ключ, как ее называют. Через 5 километров ниже этот ключ обрывается огромным 74-метровым водопадом, который также имеет название медвежий. Благодаря этому озеро является практически закрытой и недоступной экосистемой. Никто, в том числе и рыба, не может зайти в нее. Оно представляет собой отдельную цивилизацию, я бы так сказал, отдельный мир, в котором мы просто-напросто находились. И этот мир был ограничен скалами, с трех сторон он был ограничен скалами, и аура, которая там творила, находилась, она отпечаток на погружение тоже оказывала. То есть очень было интересно, вода очень холодная, практически близка к нулю, 3 градуса на глубине, льда, слава богу, не было. Глубина озера удивила нас тем, что она была более 20 метров. То есть мы даже не ожидали, что настолько глубоко это озеро. Вода кристально чистая, очень вкусная. Самые шокирующие гипотезы. Теперь это не только документальный цикл, который выходит в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18.00, но и беспрецедентный книжный проект, с которым мы аккуратненько собираем все самые невероятные гипотезы, захватывающие версии и умопомрачительные расследования. Итак, книга вторая. Самые шокирующие гипотезы тайны нашей Земли. Это книга для тех, кто хочет знать о планете, на которой мы живем больше, чем об этом написано в наших учебниках. Первые экземпляры уже доступны. Ищите в бумажном варианте или скачивайте на сайте литрес.ру. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Чем заряжена вода в аномальной зоне? Туда возможно приезжать, лечить какие-то болезни там. Кто живет на дне заповедных озер? Наблюдалось свечение из озера. Многие участники экспедиции отметили, что вода из озера обладает некими целебными очищающими свойствами. Именно она, по мнению дайверов, помогала им восстанавливать силы после тяжелых физических нагрузок. Это был не первый приезд бахта Мавланова на Медвежье озеро. Идея совершить погружение возникла 12 лет назад, когда вместе с ним были экстрасенсы, отметившие сильнейшее энергетическое воздействие этого места. Я вам хочу сказать, что они отмечали очень сильную энергетику. То есть вплоть до того, что они говорили, что туда возможно приезжать, лечить какие-то болезни. Они чувствовали какое-то покалывание в кончиках пальцев, выход именно этих сил, энергетики очень мощной. И поэтому здесь я думаю, что да, действительно, что-то там такое присутствует. Но главные потрясения ждали группу ночи, после захода солнца. Люди еще находились под впечатлением от обнаруженных под водой рисунков, когда неожиданно выяснилось, что вопреки всем теориям, подводное пространство на самом деле кем-то заселено. Мы об этом, конечно, не писали, никому не говорили, и вообще не распространялись особо, потому что зачем будораживать мы людей. После погружения ночью, где-то в первом часу ночи наша группа частично отдыхала после погружения. Конечно, тяжелая работа была. Некоторые ребята остались на берегу озера, и где-то примерно в течение получаса наблюдали какое-то странное свечение озера. То есть озеро, как будто изнутри вода светилась. Подобное свечение часто видят в Тибете в глубинах священного озера Манасарабар. И примерно то же самое Мавланов со своими друзьями смогли наблюдать в Хабаровском крае на озере Медверлив. Тибетцы считают, что именно так проявляют себя некие высшие сущности, живущие под водой. Возможно, что именно они и оставили на дне тайные знаки, обнаруженные экспедиции. В 90-х годах отмечались какие-то небывалые яркие свечения, летающие какие-то объекты именно над хребтом Дуселень, разделяющиеся на различные тарелки, не знаю, как это можно назвать, неопознанные летающие объекты, наверное. Они отмечались. Был один момент, мы в 3 утра проснулись от того, что над нами какое-то огромное свечение, там просто яркое небо засветилось, и мы минуту-полторы наблюдали вот это яркое свечение, но я лично, сам лично этого объекта не видел, но свечение было. И это было в предгорьях но и ее ближайшие окрестности, в которых, помимо прочего, были обнаружены следы неизвестной древней цивилизации. Цивилизации, которой по логике там не должно было быть. Там обнаружены следы каких-то древних цивилизаций. Вот на территории Буринского заповедника неподалеку от озера обнаружены дольмены. Что хочется отметить, вот дольменов на территории Дальнего Востока Сибири доселе обнаружено никогда не было. Эти дольмены они, значит, уникальны. Значит, один дольмен он имеет классический вид, а второй дольмен он полуразрушенный, но опять же он выглядит очень так вот, то есть классический и природа этого образования этих дольменов, вообще, кто их построил и для какой цели непонятно абсолютно. Сначала археологи предположили, что это какие-то древние технические сооружения. Однако эту версию быстро отбросили. Решили, что так далеко в горах строить нечто такое в практических целях никто бы не стал. Скорее всего, это были какие-то культовые религиозные сооружения. Хотя, опять-таки, кому в такой глуши они могли бы понадобиться? Ближайший дольмен находится далеко отсюда, на территории Южной Кореи. В этом году в ходе исследований предгорей Дусе-Алиня было обнаружено странное место правильной округлой формы, похожее на капище. Правильно выложенные камни, находящиеся на окружности диаметром около 15 метров. Более того, есть любопытные данные, что недалеко от Медвежьего озера находится самая настоящая пирамида. И на этой стороне как раз-то большинство объектов было всяких разных обнаружено. Там, вот это капище, оно было в предгоре Дусе-Алиня тоже на этой стороне. И там же есть что-то похожее на рукотворное, что-то вроде пирамиды, но еще не ясно, что это. Либо это просто сопка такого размера, 25 метров высотой и с правильными ровными краями, либо это действительно там, ну, какое-то такое рукотворное какая-то пирамиды. Что находится под толстым слоем ила Медвежьего озера пока непонятно. Однако толщина ила не один метр. И под ним может скрываться все, что угодно. В том числе и место обитания авторов таинственных рисунков. Ну, вот в пользу теории о том, что эти рисунки сделали какими-то существами, которые обладают разумом, это еще то, что там, значит, свал, вот именно тот по камням, значит, который идет к дну озера. Там огромные булаганы камней. Были видны потертости, то есть ила, что ил был чем-то, ну, потревожен. То есть, поэтому здесь тоже можно сказать, что там что-то такое обитает. Затерянный мир Медвежьего озера поставил множество новых вопросов, точные ответы на которые еще предстоит найти. Но уже сейчас можно утверждать, что это уникальное древнее место силы с особой энергетикой и руинами непонятного происхождения. Вокруг и внутри него происходят странные вещи, причину которых нужно искать именно на дне. И просто вот это место, где переходишь на другой водораздел, получается вид как будто другого цивилизации. И ты, когда оборачиваешься назад, смотришь на озеро Медвежье, оборачиваешься вперед и находишься прямо на пике двух цивилизаций. И климат там абсолютно разный. Если с одной стороны светило солнце, с другой стороны абсолютный был туман и видимо здесь 15 метров. Это меня в первую очередь очень сильно поразило. С одной стороны нас одолевала мошка комары, с другой стороны, со стороны Медвежьего, никаких насекомых абсолютно не было. Тоже очень сильно меня поразило и удивило, что такое может быть возможно. Археологи 20 века большей частью работали под землей, раскапывая города в пустынях и делая удивительные открытия, подтверждавшие самые смелые теории. В 21 веке многое изменилось. И теперь, чтобы делать по-настоящему шокирующие находки, исследователям нашего времени придется уйти под воду. Именно там сегодня можно обнаружить такие вещи, которые пока возможно даже не укладываются в голове. И именно они способны пролить свет на тайны исчезнувших цивилизаций. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Надеюсь, вам было интересно. А если кое-что из того, что мы вам сегодня рассказали, вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи ввести вас в заблуждение. Мы лишь хотим показать все великое многообразие подходов к истинам, которые считаются незыблемыми. До встречи уже завтра, как всегда, в 18.00 в программе «Самые шокирующие гипотезы».